Наверняка все мы хотим как можно дольше оставаться красивыми и молодо выглядеть, но, кстати, я вот заметила, что очень многие упускают тот момент, когда запускаются уже какие-то необратимые процессы, с которыми потом очень сложно бороться. И я, кстати, тоже очень яркий тому пример, когда ежедневно подходишь к зеркалу, ты привыкаешь к своему отражению и не всегда замечаешь какие-то возрастные процессы, с которыми было бы хорошо еще тогда начать бороться, но, тем не менее, никуда от этого не деться, не всегда в молодости получается за этим следить, так как в молодости кажется, что ты всегда будешь такой упругий, подтянутый и никогда морщины не отметят твое лицо. Все, что вы наносите на лицо в виде кремов, тоников, сывороток, не способно вернуть время назад, разгладить реальные морщины или там гусиные лапки или носогубку распрямить, это все невозможно сделать кремами. Кремы должны работать и самое главное, с чем работают кремы, сыворотки, тоники, все, что мы наносим просто ежедневно два раза в день на лицо, это все поверхностная работа с тоном кожи и с текстурой кожи. В то время, как реальное разглаживание морщин и омоложение, это все-таки косметологические процедуры, и вы периодически начали меня спрашивать, пользовалась ли я какими-то косметологическими процедурами омоложения, по типу каких-то уколов, биоревитализации или что-то такое. Нет, пока я ничем не пользовалась, потому что, во-первых, это очень дорого и если я реально замечу крутой результат, я знаю, что мне потом будет очень сложно остановиться, а это очень серьезные вложения денег. Каждые несколько месяцев придется брать кошелек и с тяжелой душой расставаться с большим количеством денег, потому что салонные процедуры стоят очень дорого. И я пока на данный момент ищу любые способы, как можно повлиять на состояние кожи в домашних условиях. Сегодня я хочу вам рассказать о своем опыте процедуры микронидлинга с помощью мизороллера. Я буду показывать, как я его использую, что он для меня сделал, какими-то советами обязательно с вами поделюсь. Но, кстати, перед тем, как мы с вами приступим, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео в будущем и давайте, наверное, приступать. Давайте я начну немного с фактов. На данный момент мне 32 года и с помощью мизороллера я хотела в первую очередь воздействовать на свою носогубку, так как она меня больше всего сейчас беспокоит. И, естественно, всем известная гармошка на лбу, это тоже та проблема, с которой сталкивается, наверное, каждая вторая женщина из-за жестикуляции, из-за какой-то мимики. И также я в последнее время заметила, что у меня немного начал плыть овал лица, и меня это очень сильно начало пугать. Поэтому, когда я изучала процедуру микронидлинга, я увидела тоже, что с помощью этой процедуры можно подтянуть овал лица. Поэтому все как-то, знаете, складывалось одно к одному, и я решила, что да, стоит попробовать эту процедуру, и стоит отнестись к этому довольно серьезно. Все, что я использовала для этой процедуры, у меня от одного бренда. У меня мизороллер от компании La Nativa, и также у меня вот в такой косметичке два крема, которые комплиментируют этот мизороллер. Один из этих кремов, который называется Collagen Recovery Gel, он используется как раз-таки во время процедуры, когда вы прокатали мизороллер по своей коже. Сразу же вы наносите вот этот гель, в то время как второй крем, который называется Triple Active, вы используете просто как ваш обычный уход за лицом. То есть вы можете его использовать и утром, и вечером, можете только на ночь. Это уже как у вас там складывается ваш уход. В чем вообще принцип мизороллера, зачем это нужно, и чем это отличается от простого применения тех же кремов без мизороллера? Когда вы используете мизороллер, происходит микропрокалывание барьерного слоя кожи, что обеспечивает качественное проникновение геля в нижние слои эпидермиса и запускает сразу процесс омоложения. Проблема обычного, даже действующего крема в том, что зачастую молекулы слишком большие, чтобы проникать через верхний слой кожи. А из-за того, что уход не проникает глубоко, он, собственно, и не способен какие-то серьезные проблемы решить, например, разгладить морщины. И также вы наверняка знаете, что в молодости, в детстве кожа обновляется очень часто, из-за этого она всегда выглядит очень красивой, упругой, подтянутой, без морщин. И чем старше мы становимся, тем реже обновляется наша кожа. И вообще это было довольно революционное открытие в косметологии, когда поняли, что контролируемое травмирование кожи идет ей на пользу. То есть, когда вы делаете микротравмы, вы заставляете вашу кожу обновляться чаще, чем она бы обновлялась просто так, если бы все было хорошо. В чем конкретно преимущество Ланотива и вот этих уходовых средств? В первую очередь, мне очень понравился их состав, потому что состав короткий, но действенный. В этих гелях очень высокое содержание органического бета-глюкана, а бета-глюкан еще называют активатор молодости. И когда с помощью мизороллера вы прокалываете кожу и сразу же наносите гель, то этот гель проникает глубже, чем если бы вы его просто поверхностно нанесли. И, соответственно, сразу запускает процесс омоложения. С новым слоем кожи вырабатывается коллаген и эластан, и, соответственно, кожа у вас начинает постепенно выглядеть более упругой. И также еще дополнительный бонус микронидлинга заключается в том, что если вы это делаете действительно ответственно, каждая последующая процедура принесет вам еще больше положительного эффекта, чем предыдущая, то есть эффект накопительный. В моем возрасте рекомендуется делать эту процедуру один или два раза в неделю. Я чаще всего делала ее два раза в неделю, очень редко было, когда я делала только один раз в неделю. И если вы решитесь на эту процедуру, то главное понимать, что относиться к ней нужно очень серьезно. То есть в первую очередь не пропускать, но самое главное это придерживаться санитарных норм, потому что здесь идет реальный прокол кожи, можно занести инфекцию и очень важно все держать в чистоте. Сейчас хочу еще несколько последних слов сказать о самом мезороллере. У меня мезороллер с иглами 0,5 мм. Именно эта длина делает его безопасным для использования дома, потому что если вы пойдете в салон, там прокалывание идет глубже и оно должно уже выполняться под руководством профессионала. Такие инструменты созданы для того, чтобы они были эффективными, но в то же время вы вообще никак не могли себе реально навредить. А сейчас я предлагаю вам посмотреть, как правильно пользоваться мезороллером для того, чтобы получить максимальный эффект. Из того, что протираю свое лицо хлоргексидином. Также, хоть это и не обязательно, я выполняю процедуру в медицинских перчатках, считая, что лишняя осторожность не навредит. Далее я также обеззараживаю мезороллер хлоргексидином с перекисью водорода и могу приступать. Лицо условно мы делим на зоны. Лоб, щеки, подбородок, овал лица, а также проблемные участки. У меня, к примеру, это носогубка. На каждой такой зоне мы должны прокатать мезороллер по 10 раз. Горизонтально, как я это делаю сейчас. Потом вертикально. И по диагонали в обе стороны. Зону виска я прокатываю только вертикально. Как только я закончила с этой зоной, я сразу же наношу колледжин рекавери гел. Так как для достижения наилучших результатов, нужно наносить гель сразу же после прокола или перед тем, как вы начинаете катать мезороллер. Далее я приступаю к щеке. Тут принцип абсолютно точно такой же. Делаю сначала горизонтальные движения, потом вертикальные, а потом диагональные в обе стороны. Надавливать на мезороллер не нужно, но я думаю, вы сами прочувствуете уровень нажима, при котором вам комфортно. Отдельное внимание я уделяю зоне носогубки. Ее я прорабатываю как полноценную отдельную зону и выполняю все те же движения в форме снежинки. В самом конце я прохожусь по контурам лица. Снова наношу гель на обработанную область. Последним делаю подбородок. И снова наношу гель. У него, кстати, очень удобная упаковка. Содержимое никак не соприкасается со внешней средой, а значит дольше остается в свежем состоянии. Вот и все. В конце кожа может немного покраснеть, но это вполне нормально. Рекомендуется выполнять процедуру на ночь, чтобы кожа успела восстановиться. И, конечно же, не забывайте об использовании SPF днем, так как кожа становится более чувствительной и подверженной пигментации. После процедуры я также обеззараживаю мезороллер. Сначала кладу его в медицинский спирт, а потом перекладываю его в контейнер до следующей процедуры. Ну что ж, теперь самое главное. Давайте поговорим, наверное, немножко о моих результатах. Первое и самое важное, что я заметила, это частичное разглаживание носогубки. Вот эти морщины, которые у рта, в принципе, практически не изменились. Я не могу сказать, что я заметила какую-то сильную разницу. Но что касается вот этих морщин, я заметила реально огромную разницу. Потому что вот с этой стороны морщина практически разгладилась. Если я дальше буду очень ответственно относиться к этой процедуре и вот так вот курсами ее проходить, я думаю, я смогу полностью ее разгладить. Что касается этой стороны, то с этой стороны залом у меня очень сильный был. Если посмотреть мои старые видео, у меня даже приходили комментарии, что у тебя за впадина вообще с этой стороны. Потому что с этой стороны у меня очень сильный был залом. Сейчас, в принципе, залом с этой стороны останавливается где-то приблизительно на вот этом вот уровне. Хотя я еще вижу остатки его вот до вот этого уровня. И если я вот так вот в бок поворачиваюсь, то это как раз очень ярко видно, что вот залом вот где-то вот на этой зоне заканчивается. И дальше кожа начала у меня разглаживаться. Если честно, меня это безумно радует. У меня эти заломы были всю мою жизнь. Я смотрю фотографии свои старые. И даже когда мне было года 22-23, у меня уже были все эти заломы. К сожалению, мизороллером на зоне шеи пользоваться нельзя, так как здесь щитовидка. И щитовидка не любит вот такое воздействие. Поэтому лучше этим даже не заниматься. Также я заметила, что у меня контуры лица немножко подтянулись. Я не могу сказать, что у меня лицо прям обвисшее было. Но я заметила, что контуры начали немножко плыть. А сейчас я смотрю на себя в зеркало, мне нравится. Они как будто слегка подтянулись. И я думаю, что дальше опять-таки больше. И также я очень довольна сейчас зоной лба. Потому что у меня раньше тоже была очень ярко выраженная такая гармошка. Куда сразу же заваливалась тональная основа, если я ее наносила. И это еще хуже выглядело, чем даже без тональной основы. В общем-то, в целом, медленно, но уверенно, мне кажется, я двигаюсь именно в правильном направлении. И я замечаю, что со временем у меня лицо выглядит только более упругим, более подтянутым, нежели раньше. Последние несколько слов скажу о креме-геле, который называется Triple Active. У него состав очень хороший. Помимо высокого содержания органического бета-глюкана, это в принципе его основа. Там также есть и кокосовое масло, и гиалуроновая кислота. То есть, в принципе, вы получаете в этом коктейле все базовое, что нужно вашей коже. Мне нравится то, что здесь нет каких-то бездумных, ненужных никому филеров, которые так легко встретить в любом уходе массового производства. По поводу того, насколько это актуально для вас, вы должны решить сами. Мне кажется, если у вас есть чем бороться, эта процедура вам точно не помешает. Единственное, перед покупкой обязательно ознакомьтесь с любыми предостережениями, со всеми противопоказаниями, потому что они есть у каждой косметологической процедуры, и это не исключение. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно поставьте палец вверх, если так и было. Если вы еще до сих пор не подписаны на мой канал, конечно же подписывайтесь. Это можно сделать вот здесь вот. И также вы можете посмотреть какие-то другие мои видео. Я вам, возможно, тоже что-то уходовое здесь оставлю, чтобы вы могли продолжить тему, если вы не видели еще эти видео. А если вдруг вы их видели, то новое мое видео выйдет всего через несколько дней. И в принципе, только потом они тоже пошли, так ли вас из мabordать.